Доменная печь, о ней часто говорят, но мало кто видел, разве что на городском гербе. Но вскоре такой арт-объект, из которого, возможно, будет еще и вода, лица, иными словами, фонтан, появится у железнодорожного вокзала. Архитекторы сейчас как раз дорабатывают проект обновления при вокзальной площади. Формируется большое, полноценное общественное пространство, встречающее гостей города, на котором предлагается разместить вот такой новый въездной знак, арт-объект, который бы знакомил гостей Кривой столицы с историей города, с историей его возникновения. Из какого материала будет сделана доменная печь и как именно будет выглядеть, пока неизвестно. Проект все еще в разработке. Впишется ли в существующее пространство, тоже загадка. Однако сама по себе доменная печь – лишь часть того, что предусмотрено проектом. А поработать есть над чем, об этом говорят и сами горожане. «Хотелось бы что-то более радующее глаз. Может быть, ну зелень. Не знаю, вот это посередине, вот эта парковка, ну не очень. Как в Советском Союзе, можно было бы уже и получше сделать. А что поменять можно? Во-первых, парковаться надо людям, те, кто приезжают, провожать, встречать. А там тут же эвакуатор стоит. Больше секунды задержался, все. «Хотелось бы, конечно, разгрузить эту площадь. В плане разгрузить? Ну, в плане, что автобусы, стоянки, видите, все забито машинами. В общем-то, город потерял. Раньше площадь была здесь очень красивая». В целом, обновление этой территории как раз-таки упорядочит движение, говорит архитектор. Зоны посадки и высадки общественного транспорта будут максимально приближены к зданию вокзала. К слову, так, гости города сразу будут видеть автобусные остановки, а не искать их, бродя через парковки и кусты. Кроме того, на территории сократят пересечение пешеходных путей и автомобильных проездов. «Движение личного транспорта и такси осуществляется как через площадь, с возможностью, то есть имеется остановка в начале пути. Есть проезд по так называемой аэропортной системе, когда есть контроль въезда на этот проезд. Дается от 5 до 10 бесплатных минут для посадки и высадки пассажира. И дальше контроль выезда при оплате, если лимит временной был превышен». А еще, обещают архитекторы, на привокзальной площади станет больше зеленых насаждений. Добавят лавочки, современные летние кафе и даже установят игровую площадку. «Проект был рассмотрен на расширенном совете из представителей городской администрации, собственников, заинтересованных лиц. И, в общем, в целом проект был одобрен. Одобрен, но с некоторыми замечаниями. В частности, вот мое замечание было даже не столько, может быть, к благоустройству. Мне кажется, сама концепция, она верная. Были замечания по покрытиям в одной плоскости, с проездом или не в одной плоскости. Но в целом именно сама концепция, основанная на приближении общественного транспорта именно к вокзалам, железнодорожному и к автовокзалу, она абсолютно верная». Повторимся, проект все еще в разработке. После всех изменений, сообщают в мэрии, его представят барнаульцам. Пока неизвестно, сколько средств потребуется на благоустройство площади или когда именно начнутся работы. Но не раньше завершения реконструкции путепровода у нового рынка, сообщают в городской администрации. Анна Рашигирова, Дмитрий Денисов. День с толком.